Всем привет, ребята! Меня зовут Вероника Джейми и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас уже второй день в Таиланде, сейчас мы пойдем первый раз на завтрак, посмотрим, чем же тут кормят. Потом еще в планах сходить, погулять по городу, может быть, пошопиться, просто показать вам культуру Таиланда, как тут все находится и обстоит. И давайте начнем с вами этот день. Итак, тут есть рис, также обязательно всегда есть разные овощи. Тут как бы такой шведский стол, то есть можно брать абсолютно все, что хочешь. Столовая маленькая, но выбор достаточно большой. Также есть хлопья, соки, молоко. Как-то так. Итак, в итоге я взяла себе овощи, немножечко риса, яичницу, печенку. Мы также взяли фрукты и карусанчик. Вот, у мамы практически то же самое. Ну и, конечно же, сок. Если вы тоже кушаете, то приятного вам аппетита! Сейчас мы пошли гулять и пришли к какому-то огромному торговому центру, который выглядит очень необычно. Сейчас я вам покажу. Он какой-то такой голубой, синий, с пинта огромными странными окнами. Посмотрим, что там внутри. Мы, кстати, уже успели даже поспать немножко, потому что вот такой интересный факт об Таиланде. Из-за того, что здесь неимоверная жара, здесь как-то начинает реально медлить мозг. То есть ты постоянно что-то забываешь, ты очень легко засыпаешь. И я даже не знаю, что с этим делать, нам даже об этом сказал Гид. А сейчас мы пока зайдем на какой-то маркет, и я вам тут все покажу. Тут продаются очень необычные, миленькие сумочки. Например, вот смотрите, вот такая вот пушистая сумочка. Сумочка, какая-то камера, молоко там, знаете, шоколадное и обычное. С поняшами, вот такая вот яркая красная сумка Coca-Cola, кстати, вот эта симпатичная. Вот, с попкорном, с всякими дольками лимонными. А вот эта, кстати, я вообще не понимаю, что это, ну как бы это голова. Ну, я не понимаю, в чем ее смысл. Ну, как бы, что-то какие-то тайцы, конечно, немножко странные. Я не понимаю, зачем это продавать. Ну, видимо, раз продают, то кто-то покупает. Ну, с другой стороны, для каждого товара есть свой покупатель. Просто вот я не совсем понимаю, что вот это конкретно и для чего это. Ребят, а вот это очень популярный фрукт. Ну, то есть это в пакетике он. Это дуриан. Кто не знает, дуриан это фрукт, у которого просто отвратительный запах. Я его не пробовала и не нюхала, но говорят, что это просто ужасно. У меня нет особого желания, но вот дуриан прославился своим ужасным запахом, как ни странно. Ребята, мы пришли в огромнейший торговый центр. Вот как он выглядит. Мы уже тут попоткались, даже немножко подноцевали. Вот тут есть колонки с музыкой. И сейчас пойдем посмотрим, что же там продают внутри. Скажу так, Таиланд, это вообще здесь дневной жизни нет. Здесь все происходит самое интересное вечером и ночью. И сейчас уже вечер, уже темнеет. И скоро начнется самое интересное. И может быть даже сегодня мы увидим знаменитых трансвиститов. То есть вы знаете, что Таиланд известен тем, что здесь есть такие красивые девочки, которые на самом деле мальчики. И нам даже интересно просто на них посмотреть внешне. Может быть мы их сегодня увидим. А сейчас пока идем вот сюда вот. Пойдемте. Вот скажите, пожалуйста, как с такой вкусной едой можно вообще похудеть? Ну как это все красиво, как это аппетитно все. Ой, какая красота. Вот как выглядит сам центр внутри. Здесь одни магазины. Здесь можно купить вообще абсолютно все, что хочешь, мне кажется. Вот. Так что может быть что-то купим. Также тут есть огромное количество достаточно недешевых магазинов. Например, Пандора. Пандора и у нас недешевый, он везде недешевый. Всякие очень-очень красивые, милейшие просто украшения. У меня таких нет, но я бы, наверное, себе хотела какой-то вот такой вот браслетик и собирать шармики. Не знаю, может быть, попрошу купить такой на день рождения мне. Вот. Все эти магазины очень сильно напоминают Дьюти Фри в аэропорту, потому что здесь как бы нет отдельных магазинов, ну, по крайней мере, пока на первом этаже. Здесь именно просто вот есть именно точки отдельных магазинов. Просто вот, например, тут вот Слоч, там дальше сразу Пандора, там и косметика в другом отделе. И вот это очень напоминает именно Дьюти Фри. Но это здорово, потому что тебе не нужно ходить из магазина в магазин. Ты просто ходишь, и если тебе что-то нравится, то ты это покупаешь. А еще то, что реально мне нравится, как именно видеоблогеру, то, что тут вообще всем пофиг, что ты делаешь. То есть я спокойно снимаю, я фотографирую абсолютно все, что мне хочется, и никто вообще тебе слова не скажет. Потому что я знаю, в России, если ты вдруг в неположенном месте начал снимать, то все, выключите камеру, вам тут нельзя. Тут всем пофиг. Снимай что хочешь, сколько хочешь, вообще трогай все, смотри. И вот это очень круто. Мы сейчас спускаемся на минус первый этаж. И тут вот целый такой огромный магазин еды, всякие кафешки. Может быть перекусим, потому что на самом деле мы сегодня мало ели. В Таиланде абсолютно на каждом шагу продаются различные соки из фруктов, из папайи, из манго, из арбуза, из многих других кокосы разные продаются. Это очень здорово. У нас ту же самую папайю очень сложно найти в абсолютно любом магазине, а тут они продаются на каждом шагу. И тут вообще продаются очень много разных вещей, которых нет у нас в России, и это здорово. Потому что есть такие страны, когда ты приезжаешь, а там вот вообще ничего нового нет. А вот тут вот именно то, чего у нас нет, это офигенно просто. Пожалуй, покажу вам еще немножко фруктов. Здесь они круглогодичные, они здесь есть всегда, и просто они все очень-очень вкусные, они супер-мега свежие. А еще, смотрите, есть целый огромнейший просто набор вот таких вот фруктов, можно купить его, и вообще это может быть как целый ужин. Тут сразу к нему идет вилка. Итак, ребята, мы взяли себе рыбку. Это что за рыбка? Это тунец. Это тунец. И вот такие вот очень-очень аппетитные суши. Ну и колу, и вода тут у нас лежит. Я думаю, что это будет мега вкусно, так что вот сейчас попробуем, перекусим. Да. Приятного аппетита, если вы тоже кушаете. Ребята, мы покушали, продолжаем ходить тут по магазинам. И посмотрите, в какой милейший отдел мы зашли. Этот магазин называется вот так вот, мини-мона, видимо, так читается. И здесь просто вот такие милейшие стаканчики, какие-то подушечки, игрушечки продаются. Я девочка, я такое просто обожаю. Я не знаю, стоит ли это покупать, потому что так-то мне здесь ничего, ну, как бы, там не нужно. Но это настолько мило, вы просто не представляете. Хотя я не пользуюсь никакими блокнотиками. Я пишу только в школе, в тетрадках обычных. Но, ой, хочется так это все. Я должна воздержаться и не набрать какой-то невероятно ненужной ерунды. Хотя это будет сложно, потому что это очень-очень мило. Это очень как-то поднимает настроение, все. Смотрите, ребята, кажется, я нашла свое тотемное животное. Огромную какую-то желтую утку или кто это вообще такой. Но, в общем, мы с ней даже чем-то похожи внешне. Любовь моя. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда ты хочешь по торговому центру и слышишь свою любимую песню Ариана Гранде Может быть, вы тоже слышите, но, в общем, это прям так как-то приятненько Я понятия не имею, что это, но выглядит это очень мило и красиво Давай-ка тебе оденем на голову, неспокойно Ну, давай Видите, моя мама считает меня принцессой Мы так-то все еще находимся в таком центре, но уже сейчас находимся на улице Тут просто такой навес и солнца уже нету, поэтому не так жарко Здесь очень-очень здорово, красиво При входе вот такой вот огромный, ну, я даже не знаю, как инсталляция с таким как морским миром Это выглядит очень-очень здорово Но там невозможно сфотографироваться, потому что как только уходит один человек и ты хочешь сфотографироваться Приходит сразу другой И поэтому, ну, не очень, как бы, фотографии получаются Я стараюсь уговорить маму поехать в аквапарк, потому что, когда я здесь хожу, мне почему-то кажется, как будто я в аквапарке Тут тоже, да, там и фантачик красивый, и тут все такое водное И я хочу в аквапарк, давай съездим в аквапарк, пожалуйста Вот, потому что здесь есть офигенный аквапарк под открытым небом, и мне кажется, нужно съездить Здесь, мне кажется, будет либо какое-то шоу, потому что людей здесь нету Видимо, здесь, да, будет что-то вечером Несмотря на то, что мы относительно недавно кушали, мы, ну, увидели, что там порция была совсем небольшая И мы уже проголодались, так что, если мы сейчас пытаемся найти какой-нибудь фудкорт Может быть, что-то перекусить Хочешь покушать, Мась? Да Сейчас мы направляемся в Макдональдс, и мы хотим посмотреть, какие там цены Есть так называемый индекс Макдональдса Это значит, что в каждой стране цены в Макдональдсе разные Например, ну, там, возьмем Дубай, где, ну, Дубай, это сам по себе дорогой город Там будут, ну, такие дорогие цены, понятно У нас в России цены, ну, вот, ну, не очень дорогие, я считаю Посмотрим, сколько будет стоить, например, бургеров вот тут на Пхукете Посмотрим Это индекс Макдональдса называется Разные цены в зависимости от, там, средних зарплат в городе И вообще от самой, я не знаю, богатости города Ну что, ребят, я могу сказать Здесь не дешевый Макдональдс Например, давай я сейчас покажу что-нибудь Например, большая картошка фри стоит 110 бат Это 220 рублей Ну, я скажу Ну, да, да, вот, большая 120 Ну, то есть, я не знаю, я забыла, если честно, какая у нас там цена Я редко в Макдональдсе пытаюсь Ну, да Ну, у нас подешевле, да, в общем Это такие цены связаны с тем, что Пхукет исключительно туристическое место Туристический остров Поэтому цены здесь достаточно дорогие Ну, я считаю, что 220 рублей за большую картошку Это, ну, не дешево, откровенно говоря Ребята, смотрите, как круто Это карта, где спрашивается, откуда вы И здесь ручкой люди пишут, откуда они Например, смотрите, Кемерово, там, Томска Сейчас Архангельск Тут всякие города Это просто... Даже из Австралии приезжают Слушайте, это очень здорово И это все писали реальные люди Вот кто-то там из Пензы приехал, например И ни одного человека из Нигерии Да, видимо... Им там хорошо Да Ну, скажи, чего кушать собралась? Это салат седли Очень, кстати, огромный У нас таких нету А это наих пустейший суп, который называется Кром-ям Его ест практически вся Азия Ну, и когда мы приезжаем в Азию, то тоже выйдет А я пытаюсь выжать историю в Инстаграм Но мне ничего не получается Мы сейчас ходили в местный огромный гипермаркет Который называется Пикси Это странное название, но вот так вот Мы еще закупались в нем, кстати, когда были во Вьетнаме Сейчас вот так вот выглядит эта улица ночью Сейчас мы, скорее всего, пойдем домой Мы очень устали И, кстати говоря, до дома нам идти около 6-7 километров Представляете? Это будет долгое путешествие Но зато очень полезна ходьба такая Еще и, кстати, тепло сегодня Ну, вечер уже, да Это будет очень полезно Это как такой спорт Ночью здесь просто бешеная энергия Здесь все это невероятно Такие огни, все это горит И смотрится это так живописно, так ярко, живо Вот Ребята, мы решили вам показать Сейчас мы пройдемся по знаменитой улице На которой находятся все эти разные девушки И разные вот эти вот леди-бои Мы все-таки решили, что нужно посетить ее Я не знаю, что сейчас будет Но постараюсь вам все детально показать Эта улица называется Бангалроуд И это самая знаменитая, шумная, яркая, живая и громкая улица всего Пхукета Везде играет музыка Люди поют вживую разные песни Танцуют Ты чувствуешь просто бешеную энергию И это тебе очень нравится Ежегодно миллионы туристов посещают эту улицу Потому что всем интересно посмотреть на этих знаменитых леди-боев И я, конечно же, не исключение Спасибо вам огромное за просмотр моего влога Вы знаете, что я вас очень-очень сильно люблю Пожалуйста, поставьте лайк Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик Мне будет очень сильно приятно Я вас люблю Целую, обнимаю И до скорых встреч в новом влоге Или в каком-то другом видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok